это программа лицом к лицу я ее ведущий евгений огарков здравствуйте высшая квалификационная комиссия судей украины завершила второй в истории страны конкурс на должности судей верховного суда и назвала его победителей также объявили рейтинги по итогам конкурса на должность судей высшего антикоррупционного суда он как обещают должен заработать уже летом напомню создание антикоррупционного суда было требованием западных партнеров и условиям для продолжения сотрудничества с международным валютным фондом о судебной реформе говорим с председателем высшей квалификационной комиссии судей украины это сергей козьяков он у нас в гостях сергей юрьевич я вас приветствую в нашей студии спасибо что пришли и так завершился по сути вот и второй этап и рейтинг по кандидатам как бы вы оценили его результаты и расскажите о уникальности этой процедуре у нас сегодня уже два года действует возможно самое сложное для кандидатов процедура их пути для того чтобы стать судей мы сделали два года назад конкурс верховный суд новый верховный суд на 120 вакантных мест у нас претендовало много сотен людей более чем восемь кандидатов этот суд уже работает и сейчас мы прошлым летом объявили второй конкурс верховный суд еще на 78 вакансий одновременно мы объявили конкурс на должность судьи высшего антикоррупционного суда касаемо уникальности вообще этой процедуры я читал что и вы говорили что это вот нечто необычное даже в мировой системе суд судов между прочим это не только наша оценка это оценка многих европейских экспертов которые изучали наш опыт за последние два года и могу сказать следующее мы во первых открыли все максимально этого в мире эти процедуры закрыты в закрытом режиме проводятся это первая уникальность мы например публикуем досье кандидатов никто никогда не публикует кроме персональных данных они замазываются мы объявляем количество вакансий этого тоже это как правило ну раньше у нас точно это не объявлялось у нас все мы публикуем например список тестов их там больше тысячи раньше и тестов не было и не публиковалось мы для например если говорить о верховном суде у нас одновременно с нами работает общественный совет добропорядочности это представители гражданского общества которые могут предоставлять позитивную или негативную информацию или давать негативные выводы вообще о кандидате если говорить о о конкурсе выше антикоррупционный суд и публика том конкурсе который был в верховный суд он мы применили наиболее глубокие ибо самое большое количество психологических тестов во время этой процедуры я могу сказать только четыре страны мира до нас применяли психологическое тестирование или применяют в связи с чем было принято такое решение это было принято решение во первых потому что мы изучили опыт этих стран прежде всего нидерландов они первые начали и мы посмотрели что это полезно это невероятно не просто полезно а мы получаем невероятно ценную информацию например о таком качестве кандидата как добропорядочность что никогда раньше у нас не делалось и это действительно максимум эти тесты показывают риски для будущего кандидата для кандидата и будущего судьи я сам кстати их прошел это действительно непросто мы проводим интервью или собеседование с кандидатом не задаем им огромное количество вопросов на основании той информации которая из досье и прежде всего информации аналитических записок которые нам дает национально антикоррупционное бюро это вообще впервые делается ему могу сказать что они дают невероятно полезную нам информацию в том числе об имущественных аспектах жизни кандидата пересечение границ его ближе близкие родственники вообще близкие лица к нему мы это все получаем мы задаем вопросы кандидату очень часто дискомфортные вопросы почему у вашей мамы откуда пять квартир в таком-то дорогом городе украины и поясните пожалуйста источники и доходов для того чтобы при приобретать эти квартиры это бывает очень непросто для кандидата отвечать на такие вопросы хорошо давайте с вами попробуем поговорить конкретнее о каждом суде давайте начнем с верховного суда украины были оглашены определенные результаты по этим результатам сколько какой процент в прошли люди которые не были ранее судьями вот вы еще один очень важный упомянули аспект у нас сейчас могут принимать участие не только судьи но и адвокаты и юристы ученые раньше только судьи могли стать судьями верховного суда я могу сказать что в мире ну прежде всего в европе есть квоты иногда на не суде например португалии там большой верховный суд там 10 процентов кота у нас вот таких нет однако в этом конкурсе у нас победить среди победителей 30 процентов не судей это адвокаты юристы ученые или смешанный стаж я могу сказать по предыдущему конкурсу там было меньше немножко кажется 24 процента верховный суд и эти люди не просто очень хорошо вписались большинстве своем но и они привнесли очень много ценного как говорят судьи которые раньше были судьями судей верховного суда и в том числе но это привело к изменению структуры например судебного решения казалось бы просто а из судебное решение сейчас стало гораздо легче читать она стала понятнее не только для юристов профессиональных но и просто для людей вот это основной вывод могу сказать также что не только вот представители трех юридических профессий много женщин нам это приятно тоже и могу сказать что и председатель верховного суда но у нас тоже женщина не так много в мире таких примеров если 30 процентов это люди которые не были судьями 70 процентов получается это люди которые с опытом суди скажите не будет ли такого что вот будет знаете как потом критиковали национальную полицию чтобы проходили старые кадры которые продолжали порочить честь профессии скажем так мы наблюдаем уже 15 месяцев работу нового верховного суда а вот доверие тех юристов которые ходят в суды к новому верховному суду просто огромное вы удивитесь примерно 70 процентов на все время говорят что минимальное доверие к судебной системе вообще к судебной системе за последние два года доверие улучшилось среди всех людей в том числе те особенно кто кто смотрит телевидение в 2 в 2 3 раза там с 5 процентов минимальных до 16 это это немного но тем не менее а если говорить о практикующих рисок то резко подня поднимается сейчас доверие прежде всего к верховному суду и я могу сказать мы пока не видим ну вот мы слышали какие нибудь скандалы решения ну любой давайте вспоминать мы не вспомним сейчас за 3 за 15 месяцев это много они рассмотрели десятки тысяч доставшихся им дел после трех кассационных судов которые ликвидированы высшие кассационные суды и старый верховный суд украины там тоже какое-то креста дел досталось и в об этом можно кстати можно много говорить наверное в отдельной программе но такие риски остаются мы мониторим ситуацию также как ее мониторит практикующий юрист и общественность пресса в конце концов давайте все наблюдать сколько кандидатов не прошли а вот эти тесты так называемой профессиональной этики и добропорядочности и в том числе психологические тесты с каверзными вопросами которых вы упоминали но психологические тесты их их проходят все кандидаты которые удачно прошли первый этап именно просто тестирование на знание юридически и практическое выполнение практического задания это нужно было написать проект решения антикоррупционного суда вот там не прошло уже там сразу достаточно много кандидатов после первого и вот те кто прошли первый этап они все обязаны были пройти психологические тестирования у нас не было такого прошел не прошел мы использовали результаты этого психологического тестирования для дальнейшей работы а вот работа общественного совета международных экспертов шесть человек из пяти стран два человека из великой из великобритании это господин сэр антони хупер судья восемьдесят один год невероятно энергичный это госпожа ворна харрис прокурор были еще прокуроры из других стран издания например канада судья республика северная македония судья в отставке европейского суда по правам человека и из литвы действующий судья верховного суда господин гутаускас вот они изучали все материалы я вам говорил о досье они получили полностью все материалы досье включая персональные данные с разрешения кандидата все кандидаты разрешили сорок две тысячи страниц текста мы им передали на украинском языке представьте себе за короткое время примерно месяц вместе с командой переводчиков консультантов и так далее они обработали все эти материалы и высказали свои ну неприятные может быть иногда вопросы кандидатам вот могу сказать что большинство кандидатов без претензий прошли а сорок девять кандидатов имели вопросы от этого совета пожалуйста потому что у нас не такой большой эфир да и будем переходить дальше если говорить подробнее то вот сорок девять кандидатов было предложено на совместные специальные так называемые заседания в котором приняли участие шесть международных экспертов и шестнадцать членов комиссии и мы задавали вопросы вместе к кандидатам вот из этих сорока девяти кандидатов только семь успешно прошли сито специальных совместных заседаний ну кроме них еще было достаточно много кандидатов которые ранее прошли и вот эти семь плюс остальных у которых не было проблем вышли на финальное интервью вы можете вот хотя бы несколько примеров привести почему человек не прошел дальше есть не обязательно персоны указывать данные пожалуйста основное что использовалось какой критерий это обоснованное сомнение членов комиссии и членов общественного совета касательно например имущественных каких-то вопросов когда кандидат у кандидата по документам имеющимся у нас есть серьезная недвижимость дома, квартиры, земельные участки а доходы его за большой промежуток времени во время которого эти приобретения делались явно не совпадает с расходами на приобретение этих этого имущества тогда кандидат не проходил это основной критерий вопрос по антикоррупционному суду как бы вы его результат оценили там получается если не ошибаюсь 60 процентов это прошли судьи а 40 процентов люди которые не имеют опыт работы с судьей правильно? да я даже больше вам скажу и возрастной состав основной это 30-39 лет большинство кандидатов которые победили и еще какое-то количество между 40 и 49 то есть это очень такой мощный потенциал на будущее мы считаем что это хороший состав давайте посмотрим дальше у них будет в течение трех недель фантастический интенсивный тренинг нас делает национальная школа судей с привлечением лучших мировых экспертов хочу подчеркнуть это по многу часов в день они построят команду свою ну и дальше будут работать во время отборов и вообще вот этой процедуры реформы суда было ли политическое давление какого рода и как вы сопротивлялись я удивился но политического давления внутри Украины мы вообще не ощущали мы ощущали давление это обычное давление со стороны общественных организаций со стороны средств массовой информации это обычное давление к которому мы привыкли мы также видели внимание представителей международного валютного фонда посольств ключевых которые работают в Киеве ну и международных организаций которые нам помогали в определении членов международного совета общественного совета международных экспертов все они уделяли нам внимание я бы не называл это словом давление я бы называл это слово внимание просто некоторые общественные организации говорили о том что каждая партия политическая хотела бы видеть своего представителя в суде наверное вот я могу сказать уже двое суток прошло или трое кажется да четверга третьи третьи сутки идут и я не увидел примера общественной организации они многое знают и многое огромную информацию могут получить пока нет ни одного примера со стороны их про то что кто-то из победителей является собственностью или представителем какой-то политической партии но этот момент он отслеживался прежде чем отбирались кандидаты да. были кандидаты Вы участвовали в политической жизни или мы опять же был основанным сомнение в том что по поводу того что не участвовали по политической жизни эти кандидаты были остановлены на ранних стадиях конкурса Скажите то что одновременно по сути проводилась вот эта работа над Верховным судом и над антикоррупционным судом. И практически одновременно отбирались кандидаты. Эта процедура, почему бы было принято решение по такой процедуре? И не навредит ли это? Знаете, не было ли распорашивания внимания, чтобы потом допустить, не дай бог, какие-то ошибки? Это вопрос менеджмента. У нас лучший секретариат в стране. Я уверен, что у нас лучший секретариат среди государственных органов в Украине по меньшей мере. Более того, я хотел бы сказать, что мы сегодня самое большое кадровое агентство в судебной системе стран мира вообще, это в Украине. Потому что мы делаем огромное количество кадровых решений для реализации судебной реформы. Мы, например, несколько месяцев назад проводили тест для будущих судей. Будущих судей, подчеркиваю, в первую инстанцию. Пришло на тестирование 4128 человек. Это, наверное, рекорд Гиннеса. И я мог бы еще эти примеры проводить. Мы проводим, например, квалификационные оценивания всего судейского корпуса. Это 5900 действующих судей. Это тоже огромная работа. Мы умеем это делать. Более того, я уже подчеркивал, что мы делаем большинство процедур в прямом эфире. Все это транслируется в YouTube. Нас можно мониторить, можно просто, знаете, диванные сотни, можно лежать на диване и смотреть собеседование, как мы проводим с кандидатами. Причем начинаем в 9 утра, заканчиваем в 23 часа уже перед уходом в следующие сутки. Надо много работать и правильно организовывать работу. И еще один вопрос. Попрошу вас короткий ответ и будем завершать программу. По вашим прогнозам, когда, если есть точная дата, было бы идеально, когда заработает антикоррупционный суд? Я знаю, когда президент, или могу с высокой долей вероятности предположить, когда президент подпишет указы о назначении, потому что мы сейчас передали документы, вышел в Совет правосудия, оттуда документы уходят в администрацию президента. Дальше церемониальная функция, подпись указа. Это будет не позднее дня голосования в первом туре президентских выборов, чтобы президент Порошенко инициировал законопроект. То есть закон подпишут до выборов, да, получается? Нет, ну это логично было бы для действующего президента Порошенко. А касательно начала работы, смотрите, тренинг, потом они должны создать команду, они должны войти в здание, они должны избрать председателя, назначить секретарей, помощников и начинать работу. Месяц? Думаю, два. Месяц после выборов? Не месяц после выборов, после издания указа. Два месяца. Спасибо вам большое. Пожалуйста. Гостем программы «Лицом к лицу» был председатель высшей квалификационной комиссии судей Украины и председатель Палаты по вопросам подбора и публичной службы судей Сергей Козяков. Я, Евгений Агарков, прощаюсь с вами. До новых встреч на ЮЭТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова